Ага, я добрался сюда. Да, я решил пока отложить дьяволу. Слишком тяжело для меня далось. Потери такого прокачки. В общем, не знаю, там он дальше началось просто гринд, 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 гринд. Это я не очень люблю, если все однотипно. Ну и смысла нет шанса убить лут очень маленький. И это Dragon Age начало. Я в нее, по-моему, пытался начать один раз. Выбрал какого-то... Как сказать? Этого. Чуть-чуть убавим. Или как? Звук есть? Ладно. Разберемся. Пытался начать... Сглаживание, че их нет? В смысле нет? Че еще было? Че еще было? Надо внесать. Начать из-за какого-то короля. Там все пошло не так. Произошли какие... Было куча вещей каких-то. Я не понял, что делать. И забил. Я понял одну вещь. Я до сих пор себя не могу никак настроить. Почему мне нравится, допустим, больше платформеры, чем в RPG? Потому что в платформерах у тебя есть прогресс, который все время растет. В RPG у тебя прогресс может не расти от слова вообще, пока ты там не выполнишь цепочку квестов, как я играл в свое время в Icewind Dale. Я помню, раз по 10 начинал заново, потом научился правильно проходить квесты, выходил, собирал правильную пати и так далее. Dragon Age. Так что я, в общем, знаю, что он такой, а как играть, тоже не знаю. Будем учиться. Будем учиться становиться тем персонажем, у кого мы выберем. Пройдем все части, по крайней мере попытаемся. Загрузка. Церковь считает, что именно людская спесь привела в наш мир порождение тьмы. Наги пытались захватить небеса, но вышло так, что сами их уничтожили. Они были изгнаны. Порожены тьмой, проклятой, всему виной их порочности. Они вернулись под личиной чудовищ, первых порождений тьмы. Они вернулись и прокатились мором по земле, неумолимым и безжалостным. Первыми пали королевства гномов. С глубинных троп порождений тьмы снова и снова поднимались в наш мир, пока мы не оказались на грани полного вымирания. На движке игры это очень круто. Надо бы только звук потом проверить, насколько мне плохо, хорошо слышно, потому что я пока не представляю. Пришли серые стражи, мужчины и женщины всех рас, воины и маги, варвары и короли. Серые стражи пожертвовали всем, чтобы остановить натиск тьмы. И победили. Это случилось четыреста. Лет назад, но мы не теряли бдительность. Мы ждали нового прихода порождения тьмы. Но те, кто называл нас героями, они все забыли. Нас осталось мало. Никто не обращал внимания на наши предупреждения. Хо-хо-хо-хо-хо. Быть может сейчас уже слишком поздно. Я собственными глазами видел, что ждет нас в будущем. Помоги нам, создатель. А че нас ждет, я ничего не понял. Так, ладно. Предыстория определяет, какой из шести возможных глав ожидает вас в начале игры. Также от него зависит восприятие вас и других персонажей. Да, я читал про это, что от того, кого мы выберем... Я, правда, не знаю, здесь сделано как Арканум или нет. То есть в Аркануме можно было создать настолько чумошного персонажа, что ты вообще был бы чумошником полным. Чего, только три раза, да ладно. Давайте создадим персонажа, женщина, наверное, прикольнее. Но когда ты играешь РПГ, чтобы влиться максимально в персонаж, тебе нужно быть с собой максимально. То есть персонажа создавать себе подобного. Да, поэтому пусть будет мужчина. Кто у нас есть? Раста, человек. Эльф. Просто, если я создам женщина, здесь может пойти какой-нибудь приватный клуб. Что из этого выйдет? А, какая женщина. То есть женщина-дворфа, это сплющенная женщина-человек. Ну вот это стрёмно, смотрите, прям как будто худая. В общем, все женщины, как женщины-люди. А что влияет вообще? Так, раса, преимущество, сила, ловкость, магия, хитрость. Воля, магия. Сила, ловкость, телосложение. Шанс противостоять враждебной магии. Мужчина. То есть он просто с определенной магией. Ну блин. Эльфов я не очень люблю, не знаю почему, а мне не нравится. Гномы и гномов я отыгрывал, в принципе. У меня было пилы лошар потёрнить, где я был гном-варвар. Ну и всё. Давайте будем человек, как бы. Вот один магия-1. А что дальше есть? Класс. Воин. Что это такое? Знатный человек. Маг. А-а-а, это вот откуда начнётся предыстория или вор. Ну-ка. Да ладно, тут вот такие доступные истории. Стойте, а дайте хоть посмотреть, что это. То есть все маги, в принципе, проходят. А, у гномов нет мага? Да ладно. То есть, тут есть башня, я так понимаю. Это именно, начало мы начнём, как сказать. В гильдии магов. С одной стороны, это прикольно. Так, столь же опасны, это маги. Блин, но если люди, то это только, вот они. Знатный человек, родишь себя, богат своим могуществом. Вот я это, по-моему, начинал. И это меня напрягло. Что, как бы, я не хочу быть знатным. Давайте будем эльф. Ладно, так уж быть, волей и магией. И будем вором. И у нас на выбор... А, это у гномов, да, есть? Что это? Гном просто люди. Знатный гном. Тут говорят, это очень, да, сильно вписано в историю, поэтому нужно подумать, кем их они. Хочу отыграть. Начинай-ка мне, хочу, потому что, ну, просто знатный. Но это говно какое-то. У этих здесь. Это чё? Дали, дали, эльфы, гордитесь принадлежать к наёмникам. И дали, эльфы, горный эльф. Либо гномы. И гномы могут быть, типа, я могу быть разбойником. Четыре ловкость, два к силе, четыре к хитрости. Мы сами по себе гномы дают ловкость. И эти ловкость. Да ладно, и здесь ловкость. Тут нет такого разделения, что гномам нужна сила. Ладно, давайте попробуем гномами. Я хочу, знаете, насколько я всё слышал, здесь, типа, ты можешь начать бомжом и стать всем, или не быть никем и стать всем, или не быть никем и остаться никем. Знатный, с одной стороны, прикольно, а с другой стороны, давайте будем, вот, просто людину. Попробуем, по крайней мере, посмотреть, как это связано с историей, как это всё спишется. И что мы из этого изменим? Насколько я смогу проникнуться? Ну, то есть, я, конечно, хотел быть человеком, но не хочу быть знатным. Эльфов я не люблю, но раз нет выбора, то давайте гномы. Рождён неприкасаемый в стране, где каста, это всё. Ты вынужден совершать грязные делишки для местного главаря преступников и всю жизнь скрываться в тени. Но волей случая ты отказался на свету, и, наконец, получаешь возможность доказать, что будущее может определиться не только обстоятельством рождения, но и твоими поступками. Так, набор. Кожа, вид кожи. Я понимаю, что это особо редко, когда буду видеть, но... Хотел бы хотя бы на себя максимально похоже взялать. Чёрный гном нет. Не, ну если мы гномы, у нас должна быть татушка, наверное, да? А я могу вот эту боковую брать. Она как-то ещё мощно смотрится. То есть, либо она есть, либо... Ладно, пусть будет. Да, пусть будет такое. Так, волосы. Ну, вот эти мне нравятся. Принцесса, коротко стригусь. Борода. Типа, брутальный, и как ты выглядишь, когда побрился. Ладно. А, вот это нормальный борода. Так, цвет волос. У меня тёмный. Во. Брови. У меня густые брови. Вот эти, значит, щетина. Какая нафиг, щетина. Бритый гном. Во. Глаза. Форма глаз. Ха-ха-ха, во, уставший от жизни. Нормально. Не. Расстояние. Даун. Ха-ха-ха-ха. Не, здесь нормально. Пусть будет такой. Глубина посадки глаз. Да, вот на лоб, да? Не, пусть вот так будет. Вот, нос надо изменить. Давайте вот это нормальный, человеческий нос. Размер носа, всё, знаю, так, шея, уши. Портрет. А. Вот так. Чё за фон? О, мне нравится. Ха-ха, прикольно. Нет, сорвалось. Как дела? Приветствую. Привет. Несказанно рад тебя видеть. Привет. Приветствую. Привет. Несказанно рад тебя. Привет. Пусть будет мудрый. Да. Имя. Ой, ё. Ну вот, попробуем в касте бомжей побыть. Даль. Так, а что мне нужно? Смотрите, у меня сейчас ловкости дофига. Это мера подвижности. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Вот почему разбойники так восходятся в качестве. Ну, поскольку мы разбойник, да. Раз, два. Сила, что это? Это мера физической возможности персонажа, которая напрямую влияет на величину урона наносимым персонажам в ближнем бою, а также добавляет точности в ближнем бою. Ага. Сила крайне важна для воинов, особенно если они хотят овладеть двуручным оружием, и почти так же важна для разбойников. Вот, черт, ладно, сила воли. И она тоже разбойникам нужна, и это нужно разбойникам. И это, и это, и это, и это. И, короче, ты побрешь, пока выберешь еще. Сила воли отражает решимость и психическая устойчивость персонажа магии. С высокой силой воли могут совершать больше заклинаний благодаря воинам и разбойникам сила воли дает больше выносливости. Какая сила воли? Короче, здесь все, типа, нужно. Воинам и разбойникам сила воли дает больше выносливых. Так, для других классов этот параметр также имеет смысл, так же, как влияет на эффективность использования зелени, настроек и бальзамов. Но я их редко использую, ладно. Полезен разбойникам, поскольку многие способности и специальности класса основаны на умении противника. Да. Вот так. Ух ты, расходуем очки одно. Изготовление ядов. Персонаж прошел трудное обучение, теперь делает... А, это я умею, да? Вор. Можете видеть небольшую предмету врага или союзника, если только откажется слишком внимательно. Что это такое? Влияние. Пассивно. Персонаж достаточно влиять, чтобы переубедить других людей. Развитая... Развитая сила помогает добиваться своего... Угрозами, а развитая хитрость, уговорами. Изготовление ловушек. Выживание. Персонаж почувствует присутствие рядом существ ниже своего уровня. Это умение также дает небольшой бонус к устойчивости к силам природы. Стойте. А что издается? Ну вот это было бы хорошо качать. Персонаж может делать простые зелья и мази. Бесполезно. Персонаж стал выдающим специалистом, может делать яды и гранаты четвертого уровня. Наверное, круто. Боевая подготовка. Персонаж прошел основу боевой подготовки. Воин, а разгон получает доступ к оружию к менее первого уровня. Маги могут переносить больше урона то так, прежде чем будут вынуждены прерывать заклинания. Персонаж... Да нет, давайте пока трепаться будем. Это точно пригодится. Надо смотреть максимально последнее. Хитро 16. А мы вообще осилим, не осилим. Разберемся. Что вот это такое? Стрельба из лука. Разбойник. То есть это я прокачать не могу. Требуется уровень 4, да? Грязная борьба на разбойника наносит обездвижущий удар. Жертва не получает урон, но становится оглушен на некоторое время. Удар ниже пояс. Ха, я как раз кротышка смешно отзвучить, да? Поняли, ниже пояс. А-ха-ха-ха! Так, умение руки. Ну вот это тоже нужно. Вот здесь я ничего не могу качать. Требуется воевая подготовка. Ладно, нам нужен взлом замков по-любому. Что это такое? Незаметность. Разбойник научил скрываться от взглядов, однако... Внимательный... Чё? Противник... Не, так как почитать-то, что это? Ага. Однако внимательный противник не попадется на такую ловку. Разбойник, выполняющий в любое действие, кроме перемещения, в том числе используя предметов и участия в бою, вновь привлекается к... К... Как тут ниже построить? Ну, давай, это качем. Ну, удар ниже пояса, может привидеться. Пожалуйста, выберите уровень сложности. Дай безжазницы, пусть что-то не будет. Тут не написано, что влияет. Путь будет средний. Пардон. Глубоко в морозных горах находится город Арзамар. Больше из двух оставшихся городов-гномов. Арзамар, бывший когда-то столицей подземной империи, стоит одиноко, отрезанный от мира порождениями тьмы и тешит себя воспоминаниями о былой славе. У подножия огромных статуй за стенами залов гильдии, где знать играет в политику, живут в ее тени низшие касты, стремясь услужить благородным, какими были их предки. Они же всех... Ты, неприкасаемый, стыдная тайна, пятнающая идеальное общество Арзамара. Вы вместе с сестрой вынуждены продавать свои услуги Берату, царьку преступников. Для всего Арзамара ты доказательство того, что неприкасаемые заслуживают своей участи. Но ты знаешь, чтобы хотя бы просто выжить, нужно отчаянно бороться. Я не могу вечно ставить на тебя сокровища. Ты милашка, мужики таких любят. Вот только этого мало. Жаль, Сибират. Я не хочу делать это на глазах у брата. Почему бы и нет? Он же знает, откуда дети берутся. Правда, паренек? Так. Так, почему бы и нет? Так, ладно. А я могу и скип нажать? Не могу, да. Он прав, как угодно, но надо убираться с этой помойки. Ну, давай так. Мы все тебе... Все тебе обязаны. Всем. Тебе обязаны, Берат. Я не подведу тебя. Да, как мило. До меня твоя сестренка была заурядной полиглоткой. А теперь только глянь на нее. Косы до пят, зубки золоченые. Стих эльфийский прочтет. Нарфис играет. Ну, просто мечта мужика. Ей теперь только и надо подцепить какого-нибудь лорда, родить детеныша, похожего на него, и все. И будем все мы жить припеваючи в алмазном квартале. Прошу тебя, не вмешивайся. Знаешь, ведь добром это не кончится. Я и не вмешиваюсь. Я сказал, что я его поддерживаю. Он прав, кто угодно. А, как угодно, но надо выбираться за этой помойки. Слушай, парнишку, он знает, на что ты подрядилась. А ему надо сидеть тихо да заниматься делами, на которые жаль тратить толковый народ. Взамен я тебе дам монет, чтобы приодеться и заманить благородного. А он уж тебе брюхо надует. Тогда вы оба будете свободны. А я войду в семью и буду зваться Милордом. До конца жизни маленького принца. А, что бы это значило? Ммм. А, что ты здесь делаешь? Проверяю свои вложения, пока они не приносят солидного дохода. А. Тогда, дорогуша, я даю тебе еще неделю. Не найдешь себе клиента, пойдешь опять на улицу. Но, я нашла. Я познакомилась кое с кем. Я не хотела обещать, но он, похоже, заинтересовался. Ммм. Видишь, она нашла кого-то. Я же говорил, что у нас получится. Пока еще ничего не ясно, но он сказал, что хочет еще раз со мной увидеться. Извини, что не начинаю вязать пинетки. И пока не начну, ты будешь расплачиваться за ее долг, работая на хартию. Ну, ладно. У тебя для меня еще есть задание. Задание? Что я должен сделать? Твой друг Лески ждет снаружи. Он знает, какое у вас задание на сегодня. Не вздумай облажаться. Вся ваша семейка у меня по краешку ходит. И я знаю, что бежать тебе некуда. Ну да, пока у нас нет выбора, придется жить. Жаль, что тебе пришлось это видеть. Че-то че-то... Правда, секунду. Жата, она резко упала на пути. На пути. Сатурация упала. Прием, прием. Да, че-то опять помогли. Я пока включил звук. Он быстро упал. Ха-ха-ха. Так, продолжаем. Рика, не надо от меня ничего скрывать. Я знаю. Ты всегда был хорошим братом. Старался меня защитить. Мне надо было сказать тебе. Бират меня давно предупреждает. С тех пор, как две другие девушки нашли покровителей на приеме у лорда Хару Монта. Ему же подарки дарили. Лорд Рустен подарил Эльзи платье из дорогого шелка с поверхности. А она даже не беременна. Четко-то торопит. Чем это строимость от таких, знаете? Тут такие ответы, типа вот, мы такие, как сказать, жертвы. Нам приходится поступать плохо. Нет, мы живем в жестоком мире, поэтому нет. 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 Ничего не подходит. Все такие, типа, о, давай не будем. Какая разница-то, надо работать и расти. Так. Разве того, что я делал для Бирата, недостаточно? Ты из сил выбиваешься, чтобы нас не выкинули. Могу вообразить, какие ужасные поручения он тебе дает. Но в Розамаре немало гномов, которым нечего терять. Ну да. Нанять любого, чтобы бегать по поручениям и морды бить. Ну мог. Почему бы мне не вступить в армию и не пойти биться с порождениями тьмы? Чистое безумие. Но знать еще и этим ограждает свои касты. Они говорят, что неприкасаемые воины друг для друга еще опаснее, чем порождение тьмы. А давать нам качественное оружие, оскорбление кузнецу. На самом деле они просто боятся унизить касту воинов. Ведь окажется, что при равных возможностях мы сможем воевать не хуже них. Ха, смешно. Они знают, что мы бы выжили с оружием, будь у нас это оружие. Я не очень люблю благородных, но они куда лучше нашего знают, какой урон потерпели гномы от порождения тьмы. У всех благородных, кого я знаю, или брат, или племянник погибли на глубинных тропах. Но они ослеплены своим высокомерием и не видят, что мы можем помочь защитить город, если твари нападут. Неужели не станут нас... А, надо, надо. А неужели не станут нас защищать? Да. Но они, похоже, скорее у людей помощи попросят, чем обратятся к нам. Ходят слухи о союзе против порождения тьмы. Говорят даже, что серые стражи к нам явились. Но сейчас у нас нет на это времени. Лески уже ждет. А Бирату не понравится, если я опоздаю на встречу. Бират же делать... Нет. Ты права, пока. Береги себя. Увидимся вечером. Ныть не будем. Так, обучение. Тактический обзор. Это... Можно наблюдать с различных точек. Вверх-вниз. Ха. Во время паузы персонаж может... Раздавать указания. Счетте правой кнопкой мыши на... Желаемое место назначения. Ага. А как разворачивать? У вашего персонажа сейчас есть приказы о передвижении. Приказы можно отдать в реальном времени или в режиме паузы. Чтобы снять игру с паузы, нажмите пробел. А, о. Как скажешь. Будет сделано. А че ты не берешь ты его? Не понял. Так, что... Ладно, давайте заберем это. На, сундук от. Почему он дошел? Нажмите I. Господи, зачем он так скидывает? Пардунте. Я вот слежу за показателями. Непонятно. Инвентарь, бла-бла-бла, удежда персонажа, что? Чтобы снять или отложить что-либо, перетащить значок персонажа назад. Ха, лол, какие трусы. Да это стринги почти так мужские. Чтобы надеть предмет или взять в руки, перетащить его из винтаря обратно. Ну ладно. Так, для упрощения доступа необходимым предметом. Претащите предмет на панель быстрого доступа. Все. Тут описание предмета есть? Нет, просто кинжал, как бы и без разницы. Они особо не заморачивались, да? Я не помню, почему сюда не смог уйти. Ты кто? Калах. Кто это? Кого еще принесло? Рика, ты... Нет, мама, это енот, твой сын. Не держи меня за идиотку. Думаешь, я детятка свое не узнаю? Зачем пришел? Рика, говорит, ты наконец за ум взялся. Мать, прекрати, ты себя убиваешь. А ты скажи, разве мне есть ради чего жить? Как же я, как же Рика? Я знаю, вы меня ненавидите. Я знаю, что я вам сделала, но... Это было для вашего же блага. Мир жесток. Ты... Тебя надо было этому научить. И на что ты сейчас годился бы, если б не мои тумаки? Это я тебя воспитала. Я же в шесть лет перестала тебя слушать. Пойду, перестала, я же мужик. А ты думаешь, что тут есть чем гордиться? Я все силы приложила. Они нас за пыль держат. Говорят, что мы прокляты. Как еще жить-то? У нас ничего нет. Выхода нет. Ни для кого из нас. Ну, ты ошибаешься, я изменю свою жизнь. Можешь попробовать, но от этого не избавишься. Пыльный город въедается в кожу. Твоя кровь недостаточно красна для них. И это не изменить. Можно только отыскать способ замыть обо всем. Ну, окей. Тут есть как-нибудь карта. Вот, тап подсвечивает, понял. Наконец-то. А то я уж думал заскочить внутрь, хоть одним глазком поглядеть на твою цыпочку-сестричку. О-о-о-о-о-о. Так. На принципе, без разницы мы живем в таком время, если... Хотя, сестра, это я не знаю. Видите, мы пытаемся судить все своими... ...своими моральными принципами. А когда ты живешь в этом уже лет, не знаю, 20 лет, кто знает, может, нормально. Главное, чтобы заплатил же. Все, ладно. Я, кажется... Я тебе, кажется, просил сестру не трогать. Ни один горячий гном не сможет устоять. Сатурация, прекрасные кунки. Я уже вижу, как они шепчут мое имя. У тебя самого поди мелькали грязные мыслишки. Что скажешь? Блин, тяжело одновременно мониторить и играть. Ну, ладно. Будем не пропускать главные моменты. Давай, ни слова о Рике или лишишься языка. Ты же знаешь, шучу я. Между мной и Рикой ничего такого. Ладно, потрепали языками. Теперь давай о деле. Давай. Точно. Так о чем речь? Говорит, что надо найти кое-кого и проучить. Похоже, один из его ребят забывает с ним делиться. Его зовут Аскиас. Из наземников. Бирату доложили, что он там наверху приторговывает. А Бирату никак не доложится. Бират хочет, чтобы мы нашли крысу и выяснили, какой товар он придерживает. Какие мы товары ищем? А то не знаешь. Золотишко, лириум, пряностей. Словом, все за что Бират охотно срежет кому-то башку. Ага. А где нам искать этого Аскиаса? Бират сказал, найди его и все. У паршивца вроде есть родня в купеческой гильдии. Наверное, он остановился где-то неподалеку. Ага. Мне кажется, будет неправильно просто взять и убить его. Мы его не просто убьем. Сначала мы заберем то, что он украл, а потом убьем. Да ладно уж, пойдем. После пострадаешь. Ну ладно, но хотя бы выясним сперва, что он натворил. Для твоего спокойствия, дружище, все что угодно. Так. Вот он я. Это как двигать-то карту? А, стрелочками. Так. Это мой дом. Так, что у нас тут есть? Попрошайка. Карта какая тут? Ага, понятно. Давай узнаем, что он. Конец. Новый архидемон восстал. Барсама арпадет. Эй, мальчик из Хартии. Хочешь попробовать чего интересного? Пару монет для бедняка. Одна устроит, больше нет. Хм. Чему вылупился? Ждешь, что я тебе гимны петь, начну за паршивую монету? А ты ж сволочь. А что ты умеешь? Давай послушаю. Мамкуся, выкуся тряпка. Иди своей дорогой, а я поползу своей. На моей все-таки чести побольше. Но мы избирать тебя при себе до старости придержим. Начнешь дряхлеть, и одна тебе тогда дорога на улицу. В наше почтенное общество. Ты малый, но вроде меня. Покуда клеймо на Харе, ни одна баба под одеял не пустит. Хожь не хожь, а все тут окончишь. Будешь в пыли сидеть досмотреть на клейменных выискочек, которым монетки жалко. Так что, клеймо это плохо? Ну, по идее, я тут все начинал, что ты правильно. А может, ты мне что-то продашь за мою-то денежку? Нет, ладно. Ладно, ладно, вот тебе пара монет, давай. Да, мил старик, нижайше благодарен. Скажи, ты ведь знаешь такого Оксиаса? А-а-а, так вот что тебе надо. Пошарь с, ага. Это на 10 монет потянет не меньше. Говори, не то заткнут своим трупом штрек. Такой штрек. Валяй, лупи, старика безногого. Может, от этого тебе лучше станет. Видал я ентова парня в кабаке. Сидел там, знаешь, ждал удар. Иначе они даже опивок из бочки не дали. Говорят, лучше на землю, чем мне. Так вот, был там еще один крименный, кроме меня. С деньгами верхней чеканки подавали ему сразу. Да еще и называй, не как-нибудь, а скил смел сдать. Фу! Оружие у него было? Да думаешь, я его прям так разглядывал? Кабачки моего брата гоняют, знают, что мне, кроме грязи, расплатиться нечем. А теперь, шли бы вы всех богатых распугали. Подайте, подайте бедняку! Попрошайка, 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 попрошайка. Да, район не самый лучший. Серебряка не будет? Моему сыну нужно лекарство. Доктора говорят, иначе он не придет. Не смотри на меня так. Я была хороша когда-то. Так, а что у меня сколько денег-то? Нет, вообще денег нет. У меня есть кинжал. Надо бы продать куда-то. У меня есть кинжал тот, есть кинжал тот. Можно шлем, медальон, два оружия. Опыт, понятно. Я была красавицей. А, все это выкатай из своих трущоб? Так. Ух ты. Круто живем. Эй, Клименный, ты что тут делаешь? О, Линда. В смысле, ты ко мне проканался? И прикасаемый в последнее время был отец как хруст. Следопыты короля нашей лески. Что ты тут делаешь, старый плут? Думаешь охмурить меня и выпросить пару лет для своей девчонки? О, Линда, согласись гулять со мной. И я забуду всех девчонок. Мое сердце навек твое, ты же знаешь. Ты главный примужа, такого не ляпни. Кто это с тобой? Эээ, я юнот, рад познакомиться. Что ж, смотри. Я тебе даже скидочку сделаю. Но на большее не рассчитывай. Хоть ты и друг лески, задарма я товар не раздаю. Я посмотрю. Только смотри, не трогай то, что тебе не по карману. Так, я хочу продать кинжал. Офигасия. Кинжал стоит дешевле, чем бомба? Да ладно. Вино. Глубинный гриб. Нафига он? Так, ну, приготовление ядов. Возможно, что это нужно? Ладно, мне сделать нечего. Нет, только инструменты, следы и стоянки, и все такое. Что такое, кто такой каш? И? Можешь предложить мне работу? А где хоть? Стойте, я не понимаю. Не меньше двух монет. Я не знаю, что он говорит. Где субтитры какие-нибудь? Можно для меня нормальную работу? Фак, а как я угадаю, что он мне хочет? Пожалуй, лучше я заберу себе эту монетку просто так. Нижайший извиняемся, мастер. Уходить нам пора. Времес, вы уж простите моего друга. Угар, знаете ли? От него мысли путаются. Прости. А теперь живодуем отсюда, пока из-за тебя в темнице не угодили. Что за... Где субтитры? Главное, они не показывают диалоги, а я угадываю, что происходит. Игра должна быть здесь. Без субтитров. Что в диалогах? Блин, я могу загрузить заново в локацию? Ну, в смысле, надеюсь, он сохранил на входе, а то... Что-то вышла какая-то дичь. Да ладно, что только здесь? Да ладно! Есть монетка, вообще. Сколько денег? Две монетки. Бедняка, а я, по-двоему, кто? Ага, старик. Так, давай. Чему вылупился? Ждешь, что я тебе гимны петь? Да, милжарь. Ааа, так вот, что тебе надо. Позори, ага. Думаешь, ты ошибка? Эээ, не надо... Все, на всякий случай. Так, мы отдали одну монетку. И уходим, живет. Как тут F5, да, работает? Да, работает, все. Сейчас проверим. С клещом будет работать, что-то нет, а то что-то непонятно. Какое-то задание дал, что за задание. Эй, клемянный, ты что тут делаешь? Эй, малый. Тебе, похоже, лишний медняк не помешает. О, теперь нормально. Эээ, и что ты хочешь? Нет, ну что ты, делать ничего не нужно. Получаешь денег за то, чем сам не пользуешься. А? У тебя, смотрю, все зубы на месте. Здоровые, ровные. А я делаю вставные зубы для благодародных господ, которые лишали своих. Фигаси. Если со мной поделишься, хорошо заплачу по серебряной монете за два зуба. Как, согласны? Согласен? Фигаси. Вот наглые. Вот так импланты и берут. У наших бедных людей забирают. Не собираюсь продавать свои зубы. Больше тебе все равно никто не даст. А в алмазном квартале лучший цирюльник. Отбой от клиентов нет. Уже 4 года цирюльную держу. Так цирюльник же это парикмахер. Кто другой тебе за широт взял бы? Да и получил, что хотел. А я сделаю продвигать. Ну что скажешь? А может найдется для меня нормальная работа? Не, мало. Для таких, как ты, нормально работы не бывает. Неприкасаемых нельзя... Неприкасаемых нельзя давать работу, которая подходит членам касты. Не то скорбишь предков. Это еще при Дербери совет объявил. Дербери кто такой? Ну, что решили? Полторы монеты. Мое последнее слово. Так, мне не... Дело нет, я ухожу. Как знаешь, другие бы на коленях просили. Ну так и покупаю у них. Слыхали? Средоходы короля? Лески, что ты тут делаешь? Ты главный примужа такого не ляп. Что ж, смотри. Все. Вот теперь мы закончили квест. Что-то порядка совсем не стало. Неприкасаемый шнеп, подумайте, что как член это надо. О, я могу сейчас зайти. Два года прошло как-то. А что это? Тут хоть помечается бы? Таверна. Лавка Берата. Пошли в таверну. Посетитель, посетитель. Это мы неприкасаемы? Ну ладно. Ты мне только скажи, кто тут Оскеас? Подумай, прежде чем договорить. Может, ты хочешь, чтобы мы тебя очень попросили? А, я просто не понял, кто вас прислал. Да, он здесь. Эй, Оскеас! Да вот он. Полдня сосет одну кружку. Правда, заплатил вперед добрым серебром. Чего натворил-то? Так. Хочешь тоже в это ввязаться? Нет уж, простите. Я так, разговор поддержать. Вы делайте, что вам нужно. Вы только, это, постарайтесь поаккуратнее. Я, знаете ли, плачу за это место. Кто такие вообще мы? Где почитать, кто такие эти касты неприкасаемых вообще? Что за тактика? Фига си. А вот Аскез. Кто их впустил? Эй, я же занял это место. Отвески Аспарин не промах. Мы с ног сбились, тебя разыскивай. А вы откуда знаете мое имя? То есть у кого татушка, это нифига не хорошо, да, я так понял? Чарты, я думал, так гномы, типа все татушки делают. Скажем так, у нас есть общие знакомые. Ты успокойся, нам вроде ничего не мешает, договорится по-доброму, ведь так? Может да, может нет, только начнете по-любому не поможет. О, великий камень, сердце, ну как тут жить, если тебя так вот пугают? Послушайте, я, я всегда был верен Берату, поверьте, он сделал много добра моей семье. Я всегда помню, скольким его обязан. Ага. Тогда зачем ты скрывал от него свои дела? Я, я нет, я не буду. Что не будешь? Думаешь, убедить меня этим? Я, у меня и правда есть немного лириума. Я заключил небольшую сделку с одной шахтерской семьей. Как только я слаживаю это дельце, тут же принесу Берату его долю. Клянусь, я еще не сошел с ума. Да уж, лучше самому себе глотку перерезать. Хм. А, и давно ты обманываешь Берата? Нет, давно. В смысле, я его не обманываю? В смысле, это первый раз. Пожалуйста, не убивайте меня. Хм. То есть, мы чмошники на нас боятся уже неплохо. Так. Объясни-ка, с какой, кстати, я должен тебя щадить? А ладно, сколько у тебя руды есть? Немножко. Может, саверенов надо 25? 25 саверенов? Почти вся руда наверху, у моих покупателей. А здесь только пара самородков. Послушайте, может, возьмете кусочек другой? Это куча денег. А Берату рассказывать не обязательно, а? Кому ты сдавал товар? На поверхности за Лириум дают большие деньги. Магом он нужен для заклинаний, кузнецам для волшебного оружия. Вы поймите, я просто брал там деньги и ходу. В смысле, обратно к Берату. Скорее поделиться с ним. А в этот раз ты не пошел ему, да? Объясни-ка, с какой, кстати, я должен тебя щадить? Я тут... У меня тут много Лириума. Так что можем провернуть выгодные дельцы. Доходы пополам. Идет? Я... У меня денег нет. Я весь оборот веду наверху. Но вы можете руду продать. Глядишь, и хватит вам, чтобы вылететь из гнездышка. Ну так что? А мы тебя пожалеем, а Берат нас не пожалеет. Лески, подержи-ка его. С удовольствием, уважаемые. Не могли бы те, кто еще не собрался помирать, на секунду отвернуться? Будет неприятное зрелище. Спасибо. Нет, вы не посмеете. На помощь! Позовите стражу! Побивают! Я отойду в кладовку. Если вам двоим что понадобится, посовите. Это же просто камешки. Жалкая горсть камней. И за них вы меня убьете. Такая. Ну, прости. Работа есть работа. Нет! Так, что мы можем сделать? Удар ниже пояс. Давай грязный прием тоже. А, то есть он просто сам, блин. Что это такое? Изготовить ядов. Что это? Незаметность. Лупи его, лупи. О, нормально. Взять все. Все, извините. Магия какая-то прям. Как скажешь. Так ладно. Надо вернуть товар пирату, пока ему не стало интересно, чем это мы занимаемся. Проходи-ка давай. Тебе это не по карману. Только покупателей отпугиваешь. В смысле не по карману? Ты ведь купец, да? Почему ходишь с клеймом неприкасаемого? Потому же, что и ты. Без него мне сюда не сунутся. Я ведь с поверхности. Стало быть, по закону совета, кастом не принадлежу. Но для меня клеймо – плата за разрешение торговать. Чернила легко оттирается, и дома я первым делом его смываю. Не представляю, как можно добровольно носить эту скотскую метку. Думаешь, я сам выбирал такую жизнь? Да уж. На другую жизнь тебе рассчитывать не приходится. Вот если б ты жил наверху, мог бы открыть лавку, земли купить, ферму завести. Да и в брак вступить по-настоящему, в человеческой церкви. Нигде вами не будут так помыкать. Только в Арзамаре. Да и вы все равно сидите тут, не понимаю. Да. Но ведь наверху погано, и людей полным-полно. Главное, что наверху нет каст. И гномы помогают друг другу. Всегда было точно думать, что наша родина – единственное место в мире, где гномам может убить сородич. Ладно, раз ты ничего не покупаешь, выгружу товар и поверну домой, чтобы до дождя успеть. Кстати, дождь – это вода с неба. А можно гнуть на твои товары? Ладно, но только попробуй что-нибудь стырить. Сразу стражу позову. Так, а продать я ничего не могу, да? Так, а как тут красться? Или как-нибудь карманной кражей заниматься? Проходи-ка давай. Тебе это не по карману. Только покупателей отпугиваешь. Окей-окей. Вот и хорошо. Так, что у нас тут? Убирайся к себе на свалку, мразь. А как дружелюбная людьми. Король Стар. Недолго ему осталось проверить. О, О, Принцебелина. Наши интересы гораздо ближе, чем Триан. Убили на особые запросы, и он знает, что я могу их удовлетворить. Договорим потом. Ну, наконец-то явились. Что там со Скиасом? Да. Он мертв, вот Лириум. Отлично. Я отправлю кого-нибудь прибраться. Но не тебя. На тебя у меня другие планы. Как скажешь, хозяин? Сегодня каста воинов проводит испытания. Лучшие бойцы, победит сильнейший и все такое. Они будут похваляться перед Серым Стражем, который ищет дураков на геройскую гибель и вечную славу. В Розамаре сойдутся все именитые бойцы. Такое нечасто бывает. А у меня есть знакомые, которые, скажем так, интересуются подобным. Ага. Також, чтобы я принял участие в испытании? Ты что, ошалел? Кременам запрещено выходить с оружием на арену испытаний. Это будет оскорбление предков. Обидно. Еще больше. Тщеславие каста воинов. Вы просто должны обеспечить победу нужного бойца. Когда страсти накаляются, можно хорошо заработать. Фаворит? Офицер Майнер. Ветеран четырех войн с порождениями тьмы. Эверт темная лошадка. Побывал в заварушке на глубинных тропах. Молодой петушок. Курочки вокруг него так и вьются. Я немало денег на него поставил. И своих, и чужих. Выплаты восемь к одному, и я хочу их получить. Понял? И как я помогу Эверду выиграть? Расписание боев сообщают только участникам, чтобы не было незаконных ставок. Так что сначала надо найти Эверда и узнать, с кем он бьется и когда. Когда дело дойдет до Майнера, плесните ему в воду вот этой дури. Он будет двигаться медленнее. Со стороны не заметят, а нам будет на руку. Действие дури быстро проходит, поэтому подсыпать ее надо прямо перед боем. А Эвер знает, что вы на него ставите? Он воин. Ему нужно мышцы намасленные показать, да чтобы толпа лопила. Думаешь, он хочет, чтобы отбросы вроде нас на нем деньги делали? Ни о чем ему не говорите. Просто найдите его комнату, узнайте, когда бой, а потом опоите Майнера. А где проходит испытание? На большой арене, к северу от общинных залов. Обычно клейменок туда не пускают, но я раздобыл вам пропуск. Там написано, что вы будете чистить сточные канавы, а не смотреть бои. Осторожнее там, чтобы не подумали чего. Как мне найти Эверда? Он будет в комнатах для бойцов, прямо под трибунами. А как там добавить воду Майнера? Каждому бойцу отводится комната для подготовки к битве. А там приготовлены лохани с водой. Раз ты задаешь такой вопрос, значит сам сознаешься, что толку от тебя не будет. А что это зелье? Я же не велю тебе его готовить. Брось в чашу и все. Больше тебе ничего знать не надо. Хорошо, уже иду. Еще бы не пошли. Вот вам пропуск на арену. Испытание начнется с боем часов. Да, если я говорю, что поставил деньги, это не жалкие гроши, которых стоит твоя жизнь. Если Эверд не победит, лучше постарайся, чтобы не ты, не твоя сестрица больше не попадались мне на глаза. А-а-а. Так, вот можно как-то краситься? Все равно не понимаю. Так, о, мне 10 серебряньков дали. Нормально. Так, как краситься-то. Ну, пошли отсюда. И куда нам теперь? А где арена? Я откуда знаю. А, вот она, наверное. Прикольно, конечно. Я так понимаю, это твоя груда хлама. Разглашил прямо на дороге. Да. Я когда начинал человеком за царя, у меня был целый замок. И я там был королем. Ну, то есть, принцем. Эй, клейменный, сдай назад. Здесь тебе не место. Взгляните, у меня есть разрешение. Да, похоже, не фальшивка. Ладно, коли так, проходи. Только от канавы не на шаг. Серым стражам не понравится, если ты будешь мельтешить у них перед глазами. Окей, а где там канал? Да. Конечно, много времени вы потратили на не знаю что. Что за резьба? Резьба. Начали. Гномы и религии. А где этот? Да ладно, тут у тебя записи есть. Я уже что-то понаходил, да вы издеваетесь. Он помечает, что прочитан, а что нет. Да, оно мигает. Фак. Блин. Ну ладно, так ладно. Неприкасаемый. О, надо понять, кто это такие. Кастовая система в Арзамаре включает немало привилегированных групп. Прежде всего, это знать и войны. В меньшей степени торговцы, кузнецы и шахтеры. Фига себе. Традиции устанавливают гномам общество четкую иерархию. Однако же здесь, как в любой культуре, где есть высший класс, существуют и ниши. Эти несчастные, так называемые, неприкасаемые, считаются потомками преступников и прочего сброда. Отлично. Их презирают с первого дня основания Арзамара. С давних пор поселились они вместе, которое называется Пыльный город. В ветких руинах на самые крайне обширных территорий Арзамара. Арзамарское общество считает этих неприкасаемых ниже, ошибка, да видите? Ниже, чем даже каста услуг. И в самом деле неприкасаемо не разрешено становиться слугами, поскольку это чересчур почетная для них должность. Фигаси. К ним относятся немного лучше, чем к животным. И еще с рождения клеймят их лица, дабы пометить отверженных детей королевства. В район, в котором они живут, существует трущоба является приютом для преступников. А, для преступной организации и не очень. Че, и не очень, что значит? А, для преступности организованной и не очень. Понятно. Господи, как я читаю. Армзанские стражники, судя по всему, не очень-то стремятся патрулировать эти улицы. Лучшее, на что может надеяться лишенный касты гном, это жить на службе у главаря местного бандита. Жизнь, которая обрывается либо убийством, либо злоупотреблением ядовитых лишайных элементов. Ну ладно. И все-таки для неприкасаемых есть надежда. Веревка, по которой они могут скарабкаться в более высокий слой урозамского общества. Поскольку каста гном определяется по родителю одного из с ним пола, то мальчик зачатывает знатного отца считается принадлежащим к отцовскому дому. Странно, но для неприкасаемых женщин считается вполне приемлемо общаться, обучаться придворным искусствам, дабы вернее заманить знать и воинов. А, вернее, заманивать знать и воинов. Понял. Секунду. Что ты тут у меня скачешь? Не должен ты так скакать. Ладно. Учитывая низкий уровень рождаемости у гномов появляется на свет ребенка от подобного связи считается радостным событием. Мать и все ее семьи становятся членами касты, которые принадлежат дети, дабы не запятнать его происхождение. Гномы, которые мы встречаем наверху, также считаются лишенными касты с той минуты, как покидает Ормзар. Опа, парад. Натузик, прием, прием, Натузик. Натузик. Блин, что он не скидывает все время? Как-то за всем этим следить, он, походу, то ли шевелится, то ли еще что-то. Ну, ладно, пока допустимо. Гномы, которых так-то-то-то-так, с той минуты, как покинули Ормзар. Хотя касается это только вернувшиеся назад, если им вообще разрешают вернуться назад. Гномы, которые уходят наверх, солнцем тронутые, которые тронуты, как их часто называют, за глаза, теряют связь с камнем и лишаются благословения предков, и поэтому достойны только жалости, ибо они, умирая, не возвращаются в камень. С этой точки зрения их сущность существования воистину печальна. Из книги Каменной чертоги. Блин, что ты скидываешь? Давай, подымай. Как я могу читать, если не подумаешь? Город Орамзар. Да, он опять пытается. Он издевается, он думает. Ну, это просто описание города, наверное, не знаю, имеет ли смысл посмотреть, не так важно. Испытание. Вот. Валос отредум в 23-м году. Что, опять скидываешь? Что у тебя там происходит? Секунду, нет, показатели скачут. Блин. Вроде на как проснулось. Так. В 23-м я звук включил? Включил, нет, общаться надо. Ладно, в 23-м году правление короля Рагнара старик из красных слуг был обвинен в краже кольца сапфиров от своего хозяина лорда Дейдлса. Слуга был лишен места, его семье вышвырнули на улицу и вскоре старик умер. Сын опозоренного слуги вызвал лорда Дейдлса на испытание, заявив, что его отец стал жертвой жестокой несправедливости. Блин. Там несправедливости. пардон так и что предки станут свидетелями его правоты лорд с вынужден был принять вызов на священном камне арены испытание знатный гном сошелся в бою с юношей слугой лорд из был вооружен мечом который сковал собственными руками и облачен в доспехе прадеда у юного слуги не было ни одного оружия не успехов когда бой начался мальчик сражался точно стая разъяренных глубинных охотников бросившись на ошеломленного лорда он вырвал у него из рук меч и принялся разбивать его доспехи голыми руками мальчик сбил лорда дейса с ног и колотил его до тех пор пока тот не запросил прощады однажды боец и его семья были вас отважный боец и его семья были восстановлены на службе лорда дейса и честность покойного отца мальчика больше не подвергалась сомнению предки вынесли приговор и никто не смело споривать их слова то есть может сразиться и оспорить сюда нормально вера гномов так мы дети камня он продать вроде он поддерживает нас оберегает а дает нам самые драгоценные дары земли достойные после смерти возвращаются в объятия камня и становятся предками недостойными суждению суждено недостоин суждено изгнание и не знать им покоя дабы слабость их не коснулась камня так было и с тех пор как мы помним себя мы живем воли камня нас ведут и направляют предки которые говорят голосом испытания память о предках навечно запечатлена глируеме хранителя мы не принимаем как дикие эльфы пустых обещаний небесного рая не ищем милости отсутствующих богов вместо этого мы следуем за нашим совершенным величайшими предками совершенно воинами мастерами владыками применения пример примерами жизни отданной на службы собрать им гномов совершенные с господи совершенные соединились с камнем еще при жизни теперь стоят а совершенные господи соединились с камнем еще при жизни и теперь стоят на страже у наших врат пробуждая смиренных чужих чужих которым выпадает честь посетить посетить наш город мы знаем что нет более великой славы нет лучше награды за выдающуюся жизнь очень в общих чертах понял я просто не могу нормально читать мне тут надо одновременно показатели это управление до тактика карта территории совета ближнего боя ладно это мы почитаем позже дневник джейс сюжетные подсказки купцы так джей давайте на этом все мне нужно наблюдать так что всем пока